смотрите у нас даже лиственные деревья а все еще зеленые она вроде как осень пришла но еще не такая как у вас вот это называется последнее дыхание а я вышла на улицу прогуляться у меня есть время до обеда так что кстати всем привет всем хорошего дня отличного настроения погоду у нас классная сейчас покажу детский сад зверю мою я тебя не трогаю ешь ой а я это встретила коллегу такой сейчас разговор я вышла на аллейку вот думала утром выйду прогуляюсь и никого не встречу не тут то было и коллегу встретила и детей встретил весело смотрите вот у нас вот так вдоль аллейки высотки под высотками и магазины и детские и для взрослых магазины одежды магазины игрушек рестораны суши бары в общем что только не хотите банки если что вообще у нас в нашем поселке нас поселок естественно городского типа вот и очень развитая инфраструктура и на самом деле наш поселок от бакинцы наш поселок отлично знают разина всегда гремел и гремит и наверное греметь будет у нас просто прекрасный поселок раньше он был намного зеленее сейчас даже вдоль аллейки деревьев стало меньше но это было распоряжение новой администрации вырубали часть деревьев у нас тут если что преимущественно хвойные деревья это сосны очень много оливковых деревьев фото оливки тем тема покажу зреют красавицы а еще на разина почти в каждом дворе есть деревья хурмы вот деревья плодовых деревьев очень много мушмула растет хурма растет ну в каждом дворе обязательно хурма потому что это как визитная карточка нашего поселка вот кленовые деревья вот они это клен да по моему вот они уже желтеют их период уже знаете как все закончился летний период закончился они вышли в осень а все остальное пока зеленое и вот что интересно именно вдоль дорог у нас растут вот эти вот кленовые деревья смотрите внутри аллеи сосны кипарисы и оливки оливки а по краям пленовые деревья очень у нас красиво люблю я поселок наш очень люблю а вот эти вот трехэтажки сталинки трехэтажные сталинки у нас сейчас сносятся и на их месте строятся высотки но пока сносят не все частично в зависимости от того какое население на квадратный метр приходится на квартале наверное я всех таких тонкостей не знаю хотя понимаю но вдаваться в это не буду но в общем сносят на разное строительство идет бурными темпами весь поселок вот так вот застраивают высотками а вот это вот добрая тетя сделала мне комплимент а приятно я тут приземлилась на лавочку не я не устала я просто приземлилась сказать на самом деле меня сейчас на такую дневную прогулку вытолкнула моя подписчица моя подписчица юля румянцева они с мамой смотрят мой канал девочки привет вам большой и она мне отправляла в телеграм мы с ней общаемся периодически она мне отправляла фотографии осенней природы я вот вам здесь вставлю покажу вот эти вот фотографии и она меня спросила а какая у вас сейчас картина осенние нашу картина вы видите на зеленая страна наша южная так что похвастаться мы не можем таким буйством красок которые у вас сейчас вот это вот желтая красная оранжевая но скоро у нас это тоже будет но еще и почему вот смотрите у нас как бы такой парк он лично зеленый это оливковые деревья это сосны такие парисы но так было задумано на самом деле чтобы даже зимой чувствовалась вот эта теплота ну а желтых деревьев тоже уже достаточно вот эти это клеона я наверное не путаю да я так думаю что это плен вот а я что хочу сделать я хочу сейчас сайте солейки и мы пройдемся знаете где я вам покажу так тайком всякого рода дома пройдемся между домами частными давайте пойдем дорогу перейдем я зашла в иранский магазин смотрите мне по моему кто-то советовал приобрести в иранском магазине тунец да но он здесь есть разный вот я возьму на пробу вот этот вот еще я очень люблю пешманея особенно люблю с какао раньше тоже в иранском всегда покупала таком рада меньше пачки были но есть только большие за 4 маната вот так все аккуратно разложено так красиво все так я вышла с вами на улочки частных домов сейчас я вам покажу какие у нас здесь есть дома ну вот например такие со статуями и часами а гранат созревает ну конечно самое время ему созревать там наверху большие которые ближе к солнцу а те что пониже они маленькие или такие или вот такие идем дальше тут овник плодов конечно уже нет но все еще зеленые хоть и на последних дыханиях а вот и мушмула гранат и конечно во многих дворах по навесам плетутся виноградники вот такие вот дома есть такие достаточно внушительных размеров достаточно симпатичный домик здесь идут работы но тут целиком меняют кабели электропроводки а еще вот так напротив домов люди себе позанимали участки высаживают деревья кустарники кто что и плодовые и просто в этом дворе всегда вот собака лает все время как не пройдешь она лает большая но забор уже поломан вот еще внушительный домик они зачастую прячутся в глубине своих соток и не всегда можно например увидеть сам дом он там где-то глубоко внутри ну вот так нет вы не подумайте что на разина живут исключительно миллионеры не все миллионеры но в основном но вы видите да на масштабы домов ну в основном люди скажем так при деньгах ну вот как вдоль забора посажены хвойные прохожу сейчас мимо двора обычно это бывает вот такие простые дворы с простыми воротами дома совершенно простые где-то даже сохранились еще старые американки помните разинские американки доносятся аромат картошки жареной время к обеду я сами прогуляюсь и пойду домой обедать школа видать перемена ну да время перемены весело шумно тоже домик ничего да давайте перейдем дорогу я там тоже пройдусь по улочке одной как раз недалеко от нашего дома здесь потише уже будет спокойненько приятненько отойдем от дороги по дороге не хочу идти очень шумно машины шныряют чуть не попала под колеса mitsubishi bajero ну что чай с вами попьем попьем у нас есть пешманье сейчас я ручки помою не помню я сказала в магазине не сказала не сказала буду монтировать будет понятно вот это 4 монеты пешманье мне почему они именно нравится иранский потому что они не прессованные не ведет этих вот таблеток и брикетов а они именно вот такие вот рассыпчатые а обожаю так раз сделать охапку бросила в тарелку из чая сейчас мы это будем с вами делать и про вот этот вот тунец мне как написали что зайдите в иранский магазин попросите тунец вам дадут ну в общем я как зашла сразу увидела на полках этот тунец но он там разный всякий но это 270 вот я так посмотрела что я тут прочитала кто мне расскажет в общем омега-3 а в растительном масле вот такой сделаем тунцовый салат попробуем для меня тунцовый салат этот тунец кукуруза сладкая все это у меня тунцовый салат сейчас я ставлю чайник тунцовый салат подождет потому что у меня на сегодня есть обед а вот когда его не будет мы сделаем тунцовый салат правильно правильно вот я просто думаю что мне пить чай или цикорий чё кричу не знаю думаю вдруг не слышите кричу слушайте чё пить а всегда были бы такие проблемы чтобы выпить пакетик в пакетике вот видите какая если вы никогда не пробовали кишманье в общем это очень вкусно это самая обычная такая сладкая вата знаете как это тесто такое сладкое вот посмотрите в ютубе как делают это тесто такое сладкое его так вот растягивают скручивает растягивают скручивать в нету в пудре не то в муке не то в крахмале я уже не помню постоянно так обваливает растягивать получаются вот такие сейчас это я это люблю я это очень люблю она правда мухит моментально но вот самая обычная сладкая вата понимать и и чтобы не отсырела лучше плотно закрыть цикорий здесь около двух ложечек сахар не добавляла но думаю раз все таки будет у меня вата сахарная зачем мне добавлять сахар ну вот сливки я добавлю вот так пошлите цикорий со сливками пешманье сладкая вата так знаете люблю руки правда потом мокнут и вата тоже когда мокнет она становится твердой надо так кадры не для слабонервных горячее главное в тот момент когда вы кушаете пешманье если не вдыхать потому что можно задохнуться потому что это вата я как ребенок сейчас получаю удовольствие весь рот бывает в вате понимаете приятные мелочи жизни ну вот что хочу сказать вот я по поводу вот этой природы нашей осенней то есть смотрите ее конечно у нас в баку еще рано показывать но вот мы же были в шамахе правильно я вот показывала уже вам как там деревья покрываются желтизной вот сейчас если попасть в леса наших районов вот в том же кусарском лесу сейчас такая будет неимоверная красота вот там же осень осень вот там осень в наших северных районах уже осень и красиво я когда туда попаду надеюсь это будет скоро я постараюсь выехать в лес и поснимаю для вас красоту леса а может быть мы и скоро еще куда-нибудь попадем нам же не сидится на месте уже это лягушки-путешественницы а можно цикорий пить без сахара сушки нормально цикорий без сахара я правда сливки туда добавила со сливками идет нормально без сахара потом попробую без сливок и без сахара я как-то кофе собиралась так пить на кофе я пока не пью знаете кофе у меня закончился тут кофе который я покупаю его просто вообще нету здесь баку точнее тот кофе который я предпочитаю который я привозила и из турции его у нас нету вообще нету вообще нету нигде такого кофе ты когда попробуешь вот этот кофе другой уже просто не хочешь понимаете конечно мукбанг я правда не могу так аппетитно как это мукбангер делает так все в камеру причавкивая причмокивая они делают это так аппетитно что хочется подойти к холодильнику и опустошить из холодильника вот надо поехать в брау там по крайней мере есть выбор кофе хороший у нас магазине есть этот турецкий кофе он хороший но он терпкий а я люблю мягкий знаете такой средней обжарки мелкого помола и средней обжарки а это турецкий кофе более кисловатый но над того что сильно жареный больше кислинку дает а этот не очень люблю честно говоря но этот шоколадный кофе это что-то надо надо сакарию сгонять вот в сакарии там точно я найду где мы были мы не в самой сакарии а где мы его покупали я забыла куда мы выезжали на шопинг какой-то райончик мы выезжали я там покупала самой сакаре я по-моему не видела может и не смотрела ну ладно я не знаю Продолжение следует...